Самарские фотографии Посетители смогли увидеть 200 фотоснимков и 50 стереоскопических картин. 17 марта 1904 года Самарская городская дума передала в распоряжении местного отделения Российского общества Красного Креста городскую больницу. Здесь лечились участники русско-японской войны. В 1906 году больницу снова вернули городу. В знак признательности общество Красного Креста оставило в ней все оснащение лазарета. 17 марта 1935 года Самарский городской совет принял постановление в центре города на бывшей соборной площади соорудить памятник Валерьяну Куйбышеву. Тогда же архитекторам дали задание разработать схему новой планировки площади. Памятник Куйбышеву выполнил известный скульптор Матвея Манезер. Так совпало, что автор памятника Куйбышева, а также Ленину и Чапаеву в Самаре, известный советский скульптор Матвея Генрихович Манезер, родился тоже 17 марта в 1891 году. 17 марта 1962 года на космодроме Байконур запустили первый советский спутник наблюдения. Его целиком собрали в Куйбышеве. Это был опытный образец, в технической документации получивший название «ДС-2», а в открытой печати «Космос-1». Через несколько дней после этого старта на орбиту были также выведены «Космос-2» и «Космос-3». Первые три полета космосов носили целиком испытательный характер. 17 марта 1845 года мир увидел эластичный бинт. Запатентовал его англичанин Стивен Перри. Правда, история умалчивает, как именно выглядел самый первый образец того бинта. Можно предположить, что он не слишком сильно изменился с тех пор. 17 марта 1856 года родился Михаил Врубель. Ключевая фигура Серебряного века, ярчайший представитель русского модерна и символизма. Представитель русской балетной школы, снискавший поистине мировую славу, Рудольф Нуреев родился 17 марта в 1938 году. Борис Полевой был военным журналистом. Однако славу ему принесла повесть о настоящем человеке, посвященная подвигу летчика Алексея Моресева. Известный русский писатель родился 17 марта в 1908 году. С именинами спешим поздравить Юрия, Георгия, Василия, Егора, Павла и Ульяну. 17 марта в день Герасима Грачевника на Руси по традиции пекли из ржаного теста птичьих грачей. Это делалось для того, чтобы встретить прилет долгожданных птиц, приносящих весну. Герасим Грачевник грачей пригнал. Приговаривали старики и примечали. Коли грачей курс на гнезда держат, весна будет теплая и дружная. Продолжим листать календарь завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин